Владимир Владимирович, позвольте вернуться к теме Украины и некоторых инициатив с Запада. Вы уже упомянули, что вы вчера долго с Си Цзиньпином обсуждали этот вопрос. Скажите, пожалуйста, поднималась ли тема инициативы Макрона объявить Олимпийское перемирие? На ваш взгляд, возможно ли сейчас такое Олимпийское перемирие? Или это очередная попытка Запада заманить Россию в ловушку, особенно на фоне военных успехов? Да, председатель Си Цзиньпин говорил мне об этом. Мы с ним эту тему обсуждали, ну так как бы просто затронули. Что я по этому поводу думаю? Первое, что вот эти принципы Олимпизма и в том числе Олимпийского перемирия, они очень правильными являются. И не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции, но в целом она сама по себе идея очень правильная и конструктивная. Вопрос в другом. Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии. Сами они политизируют спорт, что совершенно недопустимо, имея в виду предназначение спорта как площадки для общения людей и для поиска компромиссов в ходе этого общения. Если они сами нарушают, в том числе и в данном случае в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на Олимпийских играх со своим знаменем, со своим флагом и со своей национальной музыкой, с гимном, в отношении нас нарушают, а хотят, чтобы мы, в свою очередь, исполняли те правила, которые они нам диктуют. Вот это никому не приходит в голову. Разве это соответствует каким-то элементарным нормам справедливости? Ничего подобного нет. Сами нарушают, а от нас требуют исполнения. Но, дорогие друзья, так мы долго не уедем, так договариваться никто, никто никогда, по каким вопросам не договаривался. Для того, чтобы что-то требовать или ждать от других, самим нужно исполнять эти правила. Но в целом спорт, безусловно, развивается, будет развиваться. Не знаю уж, как под руководством таких чиновников, как сегодня, будет чувствовать себя Олимпийское движение. Если они деньги будут ставить во главу угла и делать главным принципом своей деятельности, как в любом коммерческом предприятии, главной целью которого является извлечение прибыли, если вот это будет ставиться во главу угла, то ничего хорошего в будущем Олимпийского движения просто не предвидится. Ведь это же превратилось просто в коммерческую корпорацию. Всё построено на получении денег от спонсоров, от крупных информационных компаний за трансляцию. В общем, это целое предприятие по извлечению прибыли от спортивных соревнований. Всё-таки принцип Олимпизма в другом, в гуманитарных началах. Продолжение следует...